Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня я представляю вам Lado Vestu SV Cross. В исполнении люкс стоимость данного автомобиля составляет 798 900 рублей. Выражаю благодарность автослону Авто 1 за предоставление данного автомобиля на съемку. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер этого автомобиля. Стоимость на Lado Vestu SV Cross начинается с отметки 770 900 рублей, а двигатель 1.6 16-клапанный, 106 л.с. механика заканчивается на отметке 866 900 рублей, двигатель 1.8 16-клапанный, 122 л.с. на роботе. Доплата за металлизированную окраску кузова 12000 рублей, и доплата за эксклюзивный цвет Carpagen составляет 18000 рублей. Что входит в данную комплектацию? Подушка безопасности водителя, подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения боковые подушки безопасности, система экстренного оповещения Aeroglonass, дисковые тормоза задних колес, антиблокировочная система тормозов, система электронного контроля устойчивости, система помощи при трогании на подъеме, подогрев передних сидений трехуровневый, обогрев ветрового стекла, датчики парковки задние, датчики дождя и света, климат-контроль, декоративная насадка выпускной трубы и диски из легкого сплава 17 дюймов, плюс пакет мультимедия, камера заднего вида, мультимедийная система с навигацией, экран 7 дюймов, цветной тачскрин, а МФМ с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, hands-free, 6 динамиков. Универсал Lada Vesta SV и Lada Vesta SV Cross имеют несколько отличий. Габаритные размеры универсала совпадают с параметрами седана, а размер кросс-версии немного больше по ширине и длине. Внедорожная Lada Vesta SV Cross имеет защитный обвес кузова, клиренс стандартного, пятидверника такой же, как и у седана. И, конечно же, уровень оснащения кроссового универсала богаче, чем у обычной Vesta. Универсал Lada Vesta SV Cross создан на базе седана и отличаться размерами кузова не будет, но за счет измененных бамперов и внушительного пластикового обвеса по бокам он будет на 10-15 мм длиннее и шире своего предшественника. Высота, в принципе, осталась прежней, несмотря на значительную прибавку клиренса 203 мм, а было 178. Детали кузова и передняя часть автомобиля полностью копируют икс-образный стиль Lada Vesta. Внешний вид очень схож с седаном, но имеет свои отличия благодаря внедорожному дизайну. За это многие полюбили SV Cross. Бампера теперь украшают пластиковые серебристые накладки под металл. По бокам также располагается защитный обвес от нежелательных сколов и царапин. Крыша данного автомобиля имеет значительный уклон к корме, что придает автомобилю вполне современный и спортивный вид. Из новых элементов в арсенале модели появились антенна в виде акулевого плавника и стильный спойлер, расположенный на крыше сзади. Колеса на универсал Lada Vesta SV Cross в полной комплектации установлены размером 205 на 50, диски литы и 17 дюймов. Кстати, в списке обновлений для SV Cross появился новый цвет Mars. Это насыщенный оранжевый цвет, который выглядит особенно стильно в сочетании с черным цветом обвеса. Практически по периметру всего салона на передней панели и на дверях появились пластиковые вставки ярко-оранжевого цвета. Ну а на первом плане выделяется обновленная передняя панель с более плавными формами. Поменялась подсветка приборов. Багажник модели отличается оснащением дополнительных креплений и ящиков для хранения вещей. Крышка в полу скрывает небольшой отсек с двумя съемными поддонами. Объем багажника до уровня высоты шторки составляет 480 литров. Дополнительная ниша в полу прибавляет еще порядка 100 литров. Итого, максимальный объем полезного пространства при сложенной спинке заднего дивана достигает 830 литров. Подвеска Cross'а была доработана в пользу усиления. Задние тормоза получили дисковое исполнение. Весьма интересный факт. Разработчики Автоваза не оставляют идею создания полноприводной версии на базе моделей Lada Vesta. Так как уже автомобиль маленько распробовали, накопились и плюсы, и минусы. Что записывают владельцы в безусловные плюсы. Это высокий клиренс, большие колеса, подогрев задних сидений, вместительный багажник, очень практичный, и высокий рейтинг безопасности. Также владельцы отмечают хорошую комплектацию, четкие зеркала и идеальный свет фар. А кто-то даже говорит, что это очень надежный автомобиль, и эксплуатировать его будет выгоднее, чем зарубежные аналоги. Многие упоминают не очень жесткую подвеску, как раз самое то для наших дорог. Это были плюсы, теперь минусы. Нет полноценного автомата, немного завышена стоимость, многие считают. Многих владельцев почему-то не устраивают штатные каркасные дворники. У кого-то появился стук в передней подвеске, при ДТП ремонт кузова будет дорогим. Кто-то говорит, что двигатель 1.8 все-таки будет подъедать масло у тех товарищей, которые будут выкручивать двигатель до отсечки. И последние минусы это электронная педаль газа и громкие замки на дверях. Вот пока в принципе и все. Вот такой интересный автомобиль Lada Vesta SV Cross. Я уверен, что по мере эксплуатации будут еще выявляться какие-то и плюсы, и минусы. Безусловно, этот автомобиль заслуживает внимания. И вы знаете, я поговорил с менеджером, он сказал, что именно на SV и на SV Cross очередь, очередь, задумайтесь. Спрос на этот автомобиль просто дикий. Несмотря на стоимость, практически уж без малого в топе 900 тысяч рублей. Плюс допы, вы купите страховку, еще что-нибудь и выходит в общем 1 миллион рублей. Вот такой получился очень интересный автомобиль. Оправдал, абсолютно оправдал все ожидания. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения. Увидимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok